здравствуйте дорогие мои как меня слышно я так понимаю что все хорошо дайте знать спасибо большое ну что мы начинаем и я хочу сказать что в этот сегодня 23 октября 23 года вот и что наша с вами презентации нынешнем формате они заканчивают быть это не наше решение это решение руководства будем надеяться что какой-то проект будет предоставлен потому что информация будет скажем так много как как и прежде вот сейчас очень большие события происходят и много скажем так все все накаляется пружина очень сильно сжата поэтому конечно же какие-то варианты будут ну конечно же мы следим за выступлениями алексея суходоева за другими спикерами но в нашем региональном скажем так выступлении будут какие-то изменения но это не только связано с беларусь это связано по всем регионам поэтому мы вам дадим дать скором будущем что и как будут происходить следующие вебинары меня зовут олег тарасов я являюсь инвестором 2016 года партнером региональным спикером вот и на данный момент сегодня я начну эту презентацию философия компании как вы знаете давайте повторим ее чтобы нам уже и он запомнить заучить что транспорт должен быть решением проблем они их источником и данная система которая в скором времени то есть многие у нас уже видели в маленькой горке наш юнилайт и в скором времени он уже будет функционировать не только могу грузовой ну и как пассажирский транспорт сейчас идут различные испытания сертификация вот я думаю что мы с вами те люди которые особенно присутствуют на наших вебинарах конечно же в первую очередь смогут насладиться этой замечательной поездки у нас здесь беларуси как когда-то сказал анатолий эдуардович я скажем так с собственник и хозяйственник хозяйства акварель скажем тогда фермерского хозяйства акварель заказу у инженера юницкого данную модель и это будет первым адресным проектом ну как на территории беларуси и так уже точно потому что возможно в других странах мы узнаем тоже новости но в данный момент беларуси это будет первый адресный проект который уже за пределами эко технопарка вот потому что если то наш транспорт безопасны доступны адаптивный экологичной и энергоэффективны ну раз уж я начал с юнилайта вот мы в общем то была большая статья на такая научная посмотрел там очень много таких инженерных тонкостей тех люди которые конечно же разбираются даже не в инженерии они им это будет интересно поэтому если вам очень хочется прочитать можно зайти на сайт юист и вот либо у нас скором будущем появится и прочитать эту статью уже с точки зрения науки и инженерии вот но в статье говорится вообще была форм значит это статья была оформлена в инновационном транспорте такой научное издание учрежденное российской академии транспорта и уральским государством университетом пути сообщения вот значит здесь рассказывается о том что простота исполнения пассажирского модуля и сейчас все не лайта позволяет существенно снизить стоимость его изготовления то есть говорится о том что это недорогое недорогой транспорт получается в данном исполнении вот и не только изготавливаться но и обслуживание тоже будет у него недорогое эксплуатация при этом рельсовую мобили в составе транспортного комплекса второго уровня даст возможность полной мере решить проблему городского трафика вот поэтому как мы видим на на рисунке то есть на фотографии здесь есть люди я не знаю насколько это было то есть видно что это у нас в мариной горке но возможно это было сделать фотографии когда как испытательный вариант да потому что я знаю что еще он не функционирует как пассажирский транспорт но люди там есть как мы видим да и именно статья была представлена именно вот с этой фотографии также статье отмечается что в случае применения юнилайта полностью исключается вероятность его столкновения с пешеходами животными наземным транспортом и все системы и ее не мобили спроектированы изготовлены в соответствии с современными требованиями безопасности поэтому все безопасность введена к минимуму возможность травмирования пассажиров в процессе его эксплуатации хочу сказать что я живу недалеко от каменной горки вот и в сторону сухарева здесь вот обсуждалось на уровне на читались что там планируется трамвай но я знаю что многие люди боятся трамвая тем более там ниши небесу не широкая дорога и конечно же очень жаль что наши власти не обращают внимание на вот такой замечательный транспорт а все таки все таки еще цепляется за скажем так транспорт прошлого века вот который действительно в новую в это выражение не трамвай обедит конечно очень очень печально потому что с трамваем всегда происходит так как он не может маневрировать на дорогах очень много происходит аварии по и вине скажем так водители трамвая либо не по вине но факт то что конечно же это не транспорт второго уровня хотя он конечно движется по определенной траектории да вот то есть столкновение двух трамваев очень редкое явление если только сойдет с рельс вот но вы знаете что в наших юни лайках и вообще юни мобилях там противосходная система то есть он но никак он не может там сойти чтобы там на другой рельс он зайти ну вот в данном случае пока мы имеем то что имеем пока у нас и проходит испытание именно юни лайт мариной горки и возможно жители и гости скажем так мариной горки будут наслаждаться и смотреть и видеть как это все замечательно движется но многие из вас видели поэтому осталось только одно осталось проехаться поэтому ждем и планировалось это все быстрее но сертификации происходит так как происходит ну идем дальше значит мы из мариной горки перелет перелетаем в дубай потому что большинство событий как вот говорится где-то спокойно тихо как у нас уютно для ну хотят сегодня был туманно тоже не очень хорошо такая у кого-то хандра особенно после солнечного дубая да вот кто-то уже привык и кто-то радуется такой погоде но вот там не только жарко но и жарко именно в информационном смысле это дубай арабские эмираты вообще тут регион да вот там состоялась gtx global это крупнейшая в мире технологическая выставка вот который в этом году стала еще масштабнее еще скажем так больше было там различных представленных стартапов поэтому прошло аж на 2 сразу выставочных пространства до этого в центре дубая и в дубайской дубайской гавани всего был представлен 41 зал выставочного пространства где было представлено и стартапы в области искусственного интеллекта кибербезопасности мобильности устойчиво технологии и многого другого но мобильность как вы понимаете это и есть именно транспорт будущего да вот ну вот так было на схеме нарисована вот одна площадка вот вторая площадка вот хочу сказать что искать транспорта уже принимает участие не первый раз в двадцать первом году то есть два года назад генеральный конструктор анатолий эдуард еще низким выступил с докладом оптимизация будущей назем наземной и геокосмической мобильности мы кстати прошлый раз рассказываю как мы с алексей побывали тоже на очень серьезной конференции не ракетное освоение космоса да вот было представлено вам отчет наш да вот и вот такая конечно же эта тема это скажем так это что чем анатолий эдуард и действительно занимается всю жизнь а транспорт это есть такое ответвление да и который действительно люди даже этого сейчас пока еще не могут осознать в полной степени уж не говоря о безракетном освоение космоса оба от с вот это кольцо который будет опоясывать будущем до планету и как как было сказано анатолий эдуард и чем что земля должна быть предоставлен для жизни всего выживого да а вот уже вот эти технологии и производства все должно быть вынесено ближний космос вот ну вот такая была серьезная значит статья теперь не менее серьезная и очень актуальна это транспорта зеленый транспорт и транспорт именно второго уровня так вот именно с этим докладом было представлено наша то есть этими такими ну можно сказать докладами вообще представлением на gtx глобал и бы был представлен транспортной инфраструктурной технологии юскай вот вот такой вот стенд у нас был там да вот он красиво видите все форме конечно же здесь не было представлено самой скажем так ну какого-то транспорта в полной мере по только были представлены именно модели но я так понимаю что все представители компании которые рассказывали они конечно же направляли всех заинтересованных лиц шаржу потому что там не только можно посмотреть увидеть его очень ну даже прокатиться уже до осознать все это посмотреть потрогать пощупать и эко дом там находится и скажем так и транспорт который можно посидеть транспорт который можно поездить и сейчас ю карат который там сит июне бускарад который сейчас проходит там тоже испытание тестовым и об этом чуть позже скажем ну значит скажу опять таки что стенд юская транспортом был представлен ну как я уже стал макет транспорта вот большой интерес вызвал тоже скажем так люди были новые там на этом это уже не как скажем так вы знаете на xp было 2020 было очень много представителей но здесь были другие люди с другими скажем так технологиями где-то между собой обменивались различными своими скажем так достижениями вот поэтому как вот представители здесь было сказано что настолько было интересно потому что представители крупнейших мировых технологических компаний стартапов можно было между ними встретиться пообщаться обменяться своими мнениями и как рассказано это позволило нам то есть июньский string technologies или искать транспорт представителей получить уникальное вдохновение и новейшие знания ну конечно как вы понимаете есть такое выражение что одна голова хорошо две лучше да вот поэтому когда обмениваются это здесь может произойти и различный симбиоз и различные скажем так соприкосновения внедрение друг друга да вот технологии поэтому конечно же видите очень заинтересованный тут взгляд данного представителя который рассматривает внимательно ну конечно же это не может не добавить очков то что наша компания представлена такой очень значимой выставки ну и вот говорится что это множество семинаров конференции дискуссии в рамках данной выставки оказались отличной платформы для обучения и обмена опытом с экспертами профессиональными из разных уголков планеты и сказано что именно вот благодаря этому технология и низкий string technologies успешно может продвинуться не только здесь на ближнем востоке но и по всему миру так как вы понимаете это выставка международная вот ну далее мы переходим о том что все таки ну так могу сказать что деньги конечно вы решает огромную роль поэтому в когда анатолий дач рассказывал что есть компании которые гораздо хуже технологии но имеют деньги но в частности китайская там компания тоже которую с которой приходил тендер вот и в принципе речь идет о том что допустим если они предлагают такие вещи что не надо нам деньги мы сами построим потом будет решаться но вопрос скажем так все равно и все равно арабы обращают внимание на технологию юнический string technologies но связи с этим тоже бизнес тоже ищет скажем так другие возможности поэтому вот сейчас произошло то что такой банк как emiraz nbd nbd да он в частности тоже ищет интересные предложения поэтому есть такой бизнес как то есть не бизнес такой есть а такое сотрудничество банков и частных организаций ну можно сказать что юска и транспорта тоже частная организация даю ст вот и поэтому здесь допустим может быть совместная работа по развитию продвижения устойчивой банковской практики партнерство с друг другом для предоставления финансовых услуг и бизнеса и продвижение зеленых инвестиций а также совместная работа над работой и продвижением инициатив устойчивого экономического развития но все эти три пункта подходят да поэтому вот был был были представители именно приехали в эко дом вот видите денис юницкий был ну наверно был главным представителем компании юска и транспорта и показал рассказал и видите вот эта фотография вот и действительно значит центр испытания вот представители данного банка emiraz nbd банк вот были ну наверно хотели сами лично убедиться посмотреть что и как и для чего какие могут быть инвестиции но что такое nbd банк это emiraz nbd банк это второй крупнейший банк объединён на арабских эмиратах после first обу-даби банк значит дата создания данного банка 19 июня 1963 года то есть он уже довольники устойчивый банк давите в него получается в этом году у него получается 60 лет можно сказать юбилей был в этом году да вот поэтому деятельность находится в 13 странах это мена регион я вам сказал от имена это получается северная африка и ближний восток а также турции поэтому меня над на конце т турция вот и обслуживает он более 17 миллионов клиентов способствует данный банк построение устойчивого будущего путем активного участия и поддержания основных инициатив арабских эмиратов в области устойчивого развития включая финансовую стабильность и привлечение решительных людей вот такой вот у него такой слоган или такое вот направление это вот скажем так вы где выделено у меня крупным шрифтом жирным шрифтом потому что это было так вот заявлено именно в банке да ну и получается что одной из последних инициатив вот у него было это значит то что данный банк поддержал сокращение использования одноразовых пластиковых бутылок для воды вы знаете что арабские эмираты тоже находится в числе тех которые в числе тех стран которые намереваются запретить использование пластиковых различных там вилок ложек но и частности бутылок да вот и как вы знаете что пластик очень сильно загрязняет планету поэтому данный банк тоже является скажем так спонсора данного направления поэтому зеленой технологии этот банк очень интересует наш транспорт как-никак лучше отвечает именно этим требованиям зеленого зеленый транспорта зеленого энергетики вообще зеленого подхода к жизни да вообще ну многие когда люди узнают вот так со стороны будут как боже к и то есть почему не изменим место не 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 внедряется ну вот я говорю есть конкуренция есть нездоровая конкуренция даже я уже слышал знаете что вот допустим мои сестры которые работают лазинской америки говорит конечно же многие люди которые пера знакомиться технологами лезут в интернет заход в википедию и там читают всякие гадости так вот даже я слышал о том что планируют википедию даже закрыть потому что очень много не соответствует то что вы знаете что википедии может запомнить любой человек и в принципе сейчас уже не в энциклопедию как раньше было советскую энциклопедию заходили люди у меня несколько словарей такой энциклопедии да вот и проверялась это очень и очень различными научными институтами сотрудниками учеными а сейчас википедию заполняет в общем то может любой заполнить если он что-то знает и иногда это не проверяется а иногда это использовав как черный пирог вот поэтому я надеюсь что он все-таки нашим наш пиар отдел справиться с той ситуации которая там происходит вот но в частности вот видите серьезные игроки такой как эмирации nbd банк он обратил внимание на технологию и возможно идут какие-то переговоры по финансированию наших проектов в регионе менед региона далее ну вот сам этот красивый ю юнибус карат который уже происходит значит ну как сказано очередной этап узконаладочных работ потому что в центре испытаний сертификации sky начался очередной этап ввода в эксплуатацию юб юбас карат на этот раз наш электромобиль совершает тест-драйв по всей длине вот трассы которую вы знаете 2 и 4 десятых километра значит тестируется системы связи работаем антенны на промежуточных анкерных опорах датчиках систем позиционированы на путевой структуре вот и планируется в ближайшее время начать динамические испытания да то есть в динамике на тест тракт трасса номер четыре со снаряжением со снаряженной массой юнимобиля то есть будут нагружать вы знаете у нас нагружали песком до мешка мешками с песком и при том что говорили гораздо больше там чем может выдержать и вот гоняли поэтому туда-сюда вот поэтому сейчас это предстоит тоже данному нашему юнибус у юнибус карат вот он так замечательно вылет еще несколько фотографий посмотрите вот очень впечатляет его особенно когда вот эти цветы они сеть на вот видите вот пустыня но зелень какая-то есть и вот такие красивые цветы и вот мне особенно вот эта фотография тоже понравилось видите как как красиво то есть тут получается идет вот трасса по которой всегда мы едем на автобусе либо скажем так на другом транспорте вот к этому а сорти парку да то есть инновационному парке шар же да вот и вот этот раз и видите про проходит вот так такой вот скажем так направляющий чертой в зеленое будущее вот ну прекрасная прекрасная прекрасный кадр спасибо фотографу который это сделал вот и на именно здесь будет про или пролетать этот транспорт наш юнибус карат со скоростью 200 от ну значит 200 куда 150 километров в час а может и больше да ну что дорогие друзья вот от тараторил очень быстро новости потому что хочется все таки рассказать о том что был в этом буквально несколько там дней назад вот вот такая команда большая собиралась тоже в шарже вот и конечно же мы видим здесь различных представителей и руководство видим и конечно же анатолий эдуардович видим в самом центре если кто-то не знает где его найти да вот окруженную любовью скажем так его почитатели его вообще труда его гения гениальности его да вот ну и конечно же в этот раз алексей новович вот он находится справа в кепочке да он супругой был вот он побывал и конечно же он имеет очень многое что рассказать вот мы с ним договорились что я буду как-то немножко вести тут да потому что ну и мои эмоции это мои эмоции а вот человек со стороны как там что было как там есть и вообще конечно алексей это тот человек который наш во первых руководитель нашего ну скажем так мы партнеры все но именно вот его такая вот интеллигентности его спокойствие такое да вот свое время у меня очень привыкло потому что мне много рассказывали как-то нахрапом давай давай быстрее забегай заходи все алексей очень спокойно размеренно вот убедил меня что я должен конечно же инвестировать в транспорт будущего да вот и потом получилось что опять таки благодаря алексею здесь вот тоже будет моя сестра вы видите одна из них до наталья вот тоже не цели не цели то что нужно рассказать моему окружению и вот наталья которая стала главным скажем так человеком который развивает латинскую америку вот наталья и ольга вероника да вот это тоже благодаря алексею потому что алексей сказал что надо провести одну встречу вторую потом и помню в течение двух недель каждый день рассказывали наталья и они о этой технологии алексей суходоев нас поддержал потому что была программа ледокол которая тоже была запущена на латинскую америку и вот так получается по крупицам по крупицам вот это целая латинская америка она стала в общем-то знать про тех налоги анатолий дарыч и низкую поэтому спасибо всем людям которые работали и работают в этом направлении вот алексей нам еще сколько раз собирался ну вот в этот раз он поехал посмотрел правда приболел почему это климатизация но в общем то я уже не буду гадать алексей выходе на связь вот будем уже стараться тебя не загружать дай бог чтобы у тебя голос все-таки звучал да и я буду потихонечку вести лишь ты на связи нет может еще там все таки не на связи добрый вечер переключал с телефона на на компьютер нужно голос подсевший лишь ну я хочу тебе поблагодарить все таки да ты мне конечно напугал когда сказал что вообще голос пропал да вот но все-таки многое сделать для того чтобы все-таки голос восстановить спасибо кстати вики это рассказал что виктория помогала тебе восстанавливаться ну вообще вот это вот фотография да тут конечно видно эти эмоции даже не в хлеб плещут через край вот и мы ну это под просто из того что действительно была статья что представитель международного бизнес-сообщества посетили центр испытания ферсификации юска ну давай мы сделаем так что я буду за да это мы к этому к фотографии мы вернемся да потому что это как будет такая финале финализирует всю вашу встречу и так далее да вот ну вот давай так вот я так понимаю что вас на этих машинах везли на какой-то ужин да то есть если мы всегда ездили на автобусах то вы как уже бит представители до были вот на таких замечательных тойотах вот и сколько там было машин лишь я так понимаю что 16 машину общевой позили на всем возили и на больших автобусах и нами микро автобусах она гала ужин возили вот именно на такой кортеж но ясно в общем я так понял что вот это вот это когда вы приехать сразу был гала ужин так понимаю далее ну в общем это у первого как бы знакомства а второй день уже был давай мы будем туда вот просто вас везли потому что там фотографии очень много ты ты не скинул да но я уже как как бы забросила если что-то уже скажем так не получи не забросил ты можешь уже там поделиться фотографиями ну там 10 но отличные поехали в пустыню да и я тут уже вот нашел что вот вы там уже как бы приехали вот я крестьяна там вижу да тоже там был вот ну вот вы с виктория как как вообще вот вообще впечатление ну давай может это больше рассказывать а то я попали же от нас того быстро перелетели 5 часов или 6 часов и там уже да как вообще вот ну полет принципе был одна ночь ночной перелет поэтому принципе ну легли заснули проснулись уже там вот ну сразу в отель заселение там было небольшой нюансик нужно было подождать до трех часов пока пока время на заселение наступит вот но как бы время даром не теряли решили сходить на на пляж на пляже все дают полотенце дают встретили встретили русскую русскую речь услышали вот я не просто где-то в каком-то отеле были были вот на 1 на пальмы джумейра да то есть вот это вот это вот насыпанный песок вот где-то в виде пальмы поэтому это был действительно вас тоже замечательный отель но там правда оттуда нету фотографии но в принципе или я по камере не нашел да ну в общем стоит это уже больше персональной фотографии до понятного не ну ясно ну в общем может тогда потом поделишься фотографы фотографы нас не преследовали там пока вы еще не настолько vip и да чтоб вас в аппарате преследовали понятно так русскую речь ты услышал русскую речь но ведь мы как бы слышу слова шарджа слышу слова открытие вот мы увидел там уже наших всех организаторы ядышко были вот ну и в общем то там же начались со всеми там встречаться знакомиться и так далее и первый вечер у нас был в самом отеле в этом же отеле пятизвездочном отеле да но раз уже слайд открыт этот вот но впечатление очень классные то есть реальная настоящая пустыня там еще этот пустыня на как заповедник вот и не с нетронутой природой вот там огромная территория ну какие-то там сотни тысячи гектаров отведенные вот и не тронутая природа машины прежде чем туда заехать все спускали колеса то заезжали на на спущенные колеса что по песку не буксовать ну вот ну и уже как бы с лихвой так довольно почти как на багги залетали в эти виражи и ну такой как бы немножко даже американские горки получились даже было страшновато иногда да да вот а это место называется нара кемп вот это такой отдельный в этой заповеднике место вот где в общем то проводится такие мероприятия всякие а там вот сзади это какой-то водоем дали что это уже просто вечернее небо а ты так она потому что понятно понятно ну вот в общем вот видите вот алексей с виктория да это вот наталья так как мы очень уже не первый раз знаем но это моя сестра да ну и конечно же так вот получилось что анатолий эдуардович тут тоже вас тут тоже вы уже ухватили этот момент вырвали у его вьетнамца до вырвали вьетнамца да потому что я помню что вьетнамцы практически нет вообще не отходит я вообще не знаю там практически постоянно вокруг анатолий эдуардович и все после вы держат в объятиях так что ну так вот это вот что это было я скажу про вид про провитантов скажу что они поначалу немножко раздражали вот своим такой активностью вот а потом даже как-то мнение стали нравится то есть как-то даже и полюбил то есть они такие веселые такие беззаботные они все-таки какие-то общительные никакой такой позитив постоянный позитив вот мы как бы думаешь ну здорово что такие есть люди ну тут я вижу надежда геннадий надо целься куда там целиться хочется спросить и таланбек и тоже кристиан кристиан это вот другой кристиан который мы дала почему таланбек и кристиан потому что я хорошо знаю потому что надо были победители тоже золотого тура и мы в нас тоже есть нас в одном репортаж засунули поэтому мы как бы с тех пор и общаемся тоже что почему они стреляли почему ты не стал дешим а мы в этот момент где-то наверное чилили ясно такая что там куда там стреляли мы просто просто мишень мишень ну короче в газели в газели не стреляли просто нет хорошо было это как зелено зеленая компания ясно вот ну вот тут уже потемнело да я думаю да какой то там все таки вода это оказывается просто ограничение ну вот ваш стол этот уже так немножко людям показывают а вот что за барабаны расскажи дарбуки здесь столько штук африканские штуки до проводил африканец вот это много есть такая песенка очень известная вот кристиан вышел но и знает сейчас не вспомню известно ну немножко тоже такой акуна матата да что-то в этом роде что другое вот он такая тоже расслабляет то есть все массово так вот как бы встречали ну прикольно то есть выходим входишь в ритм стоит как бы ведущий это не повторяешь получается такая интересная друг друга поддерживающая короче вошли в резонанс да да такой резонанс на эмоции тут перехлёстывают да вот вижу алексей с викторией тут уже кто-то успевает фотографироваться да ну вьетнамцы как всегда я стану вот тут уже песни пошли да а вот и удержались не удержались и отставили в сторону иначе петь вьетнамские песни ну вот христиан да ты пел да здорово вот это металла очень понравилось инвестор получать из венгрии и получается кристиан бельгиец кто из венгрии вот это с резинки да ты что тоже венгер венгрии англии англии ну родом и или или он подожди можете что путаем и может быть он родом из найджерия а венгрии ну тоже танцы пошли вовсю да в общем было вам очень там весело вот но лёша как мне пора сюда вот лишь как истинный папа муж до многодетный отец недавно поздравляли до днем отца вот или все танцуют весело алёша вот я две фотографии такие что вы было вырвались да немножко внутренние детей а что там за ковер висит заходит тоже никто или это видео экран ясно лишь ну давай дальше ну вот вы тут опять отмечаете то собрались да вы с натальей вот натальями тоже говорят что жалко что у вас не было и тебя воли ну вот ну в общем то мы да мы как пообещали что в следующий раз мы обязательно соберемся все и все вместе ну вот вам ваши столы и так понимаю да 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 ну может кто-то там расскажет чем вас кормили чем там поили почву ли потому что здесь тут пить так выпили мы видели ну пища там немножко специфическая как нам показалось какие-то были такие салатики странные ну то есть я так понимаю что они кормили максимально чем-то таким традиционным вот нам показалось не чуть-чуть специфические вот вот ну как салаты мясо новости танцами сидели так план да ну вот со мной рядышком рядышком со мной там было фото выборга из выбор года человек получается тоже давний инвесторов вот зашел когда-то крупной суммой вот сейчас уже как как премиум не так прижал ну выбор россия нос это как-то как 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 его вообще настроение ну тут вам всем весело как вообще нет тут тут конечно стране хорош пообщала пообщались как там что-то может быть что-то в общем пока не по это самое жду все да проект развивается свои в своем как быть но я уже так вот тоже папа посмотрев что развивается своем темпе то есть анатолий дарыч принципе никуда не торопится он делает свое дело параллельно развивается и направление вот космос это первый вот потом трасс транспорт вот и сейчас 3 например гумус и в общем-то на своей встрече он как бы все эти вопросы тоже освещал здесь вот это вот видно что вьетнамцы как всегда там даже надежду геннадину пытаются оттеснить в общем-то надежда геннадина это его такая опора защита в общем то как на конференции по космосу помнишь она сказала она тоже сказал надежда моя опора и и и тыл вот она ну пусть наша опора будет еще крепче а тыл пиле и на нужно тоже видно да но видите как любит тем более люди это приехали с другого континента да конечно они тут уже по максимуму хотят все тут прикоснуться к легенде да гению и вот обаять и так далее так лишь ну вот наш руководитель алексей евгений такая что за ленточками тоже заинтересовалась открытие открытие премиум клуба то есть такие мероприятия будете проводиться чаще это было первое ну наверное было еще до этого год назад вот премиум немножко другом формате сейчас открывается вот было в москве мероприятия там где был газманов вот и сейчас это было под пред пред события сейчас уже здесь как премиум клуб официально открыт вот мы такие мероприятия будут проводить теперь стены основе но локация где говорю в разных местах я так понимаю что да понятно так ну будем знать что там за ленточку разрезали так ну вот фаер-шоу ты сказал что впечатлило по крайней мере твою жену как я слышал да вот очень понравилось было интересно красиво до клюш вот ну расскажи как вообще там это тоже но фаер-шоу ну мы как-то все больше про и про разве кухи да ну ладно уже нет ты можешь сказать что просто вверх может что-то рассказать еще что то есть получше понравилось но особенно когда все это но не где-то там или по экрану либо так телефоне либо где-то там далеко на сцене а когда-то происходит прямо возле тебя вот это все ты чувствуешь жар этого огня чувствуешь запах бензина ты чувствуешь вот этот воздух какой-то такой зловещий какой-то такой серьезный такой вот идет энергии отсюда очень впечатлились вот и когда еще да он свет этот огонь и зерта испускал впечатляет я так понимаю что все таки там на этом ужине именно вот было больше разве кухи да но я так понимаю на радар да я так понимаю что просто этот самый лагерь он как раз таки и все эти движухи обеспечивает для гостей то есть как бы они не обеспечивают локацию они там же и развлекают поэтому традиционные своих но вот мне вот эти вот тоже очень понравились фотографии это там уже барабанщики я просто знаю что мэри это тоже наш наша с лёшей знакомая она живет уже в дубае 15 лет вот в свое время мы когда с наташей были на открытие колеса этого обозрения до самого большого в мире вот там тоже эти барабанщики были тоже стучали вот это вот и я так понимаю что это но тени тени по не могу сказать но вот эти фотографии тоже очень 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 озорной был сначала был как диджей такой ну вроде неприметная потом когда взялся за барабаны там такая движуха пошла поближе поближе и там такая уже началась в общем было было весело здорово да да ну вижу то тут и тут уже и хороводы водили до друг за другом все активно вот давай тогда уже ближе скажем так уже не к развлекалов и давай как тебя вообще впечатлил этот раз а лишь вообще вот вы на этом это вот знаете до домик я уже объясню людям да это эко дом там есть вот крыша да и вот на этой крыше естественно есть зеленые насаждения и вот этого там есть такой большой огромный тоже балкон скажем так или как он там называть терраса да вот открытая терраса вот мы по ней ходим всегда и смотрят ну что лишь хочу обратить внимание вот на не на зелень а вот то что находится между трассами вот между трасса пустыня это реально такая выщербленная ну то есть меня первое ощущение что это танковый очередной танковый полигон вот как вот нас было на шнадцатом году там пятнадцатом марина горка такая же вот история но только здесь уже немножко построили поэтому вот и фотографии начали показывал красивые цветочками зеленью то есть это мы просто фотограф аплодисменты так правильно кадр словить то есть красиво все поставить потому что там ну это реально пустыне реально там и же жарище реально там ну почва убитая вот это это первое мое впечатление что здесь еще не паханое поле работы шаржи вот на второе впечатление но при нас запускали как раз таки этот юкорад но видимо его уже немножко гоняли как бы до нашего приезда он такие прям очень аккуратные первые шаги делал то есть на очень маленькой скорости вот я тоже спросил надежды почему почему такая моя малая скорость но как бы вроде у нас марин горки что быстрее не ездили вот она говорит что как раз но есть типа испытания вот а есть тесты вот это немножко разные фазы вот и на стадии тестов вы просто они не могут большую скорость давать вот ну там знаете будет терапию карат посмотрим да я сейчас кстати ну давай здесь вот вот это вот может и за как раз и проект момент мы говорили да вот ну и можем вернуться обратно на эту красивую и вот я показываю что да вот более близко то есть уже подъемность 25 человек принципе это тот тот самый заказ который вроде как шаржи сделала для именно под под них да 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 вот но здесь она тяжелая трасса точно может перевозить и контейнеры вот в общем-то все тяжелое такая трасса нужно было вот ну и тут уже на фотографии мы походили сверху по этой крыше этого на видят квадрата то есть ну-ка квадрат по периметру вот центре доход на там 30 на 30 дом и соответственно вот такая же там крыша терраса до 30 на 30 давно тут передаю привет всей латинской америки наташа там и смотрю сколько там флагов я уже сам считал то ли 18 лет что такое там большое количество но здесь не только латинское тут бить американский флаг висит там и потому что был европейский наверно наверно навешали да ну если порты река брать вам тоже к америке относится ну в общем да да лишь хорошо понятно по этим фотографиям да спасибо тебе вот тут я тоже фотографии пора смотрите все 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 спрятались в тень двое из из ларца на солнце сегодня как не на не нагреется холодной беларуси до что вы тут ждали или что ну там дальше есть это дерево недалеко от скажем так от дома этого эко дома да и вот видите все спрятались и не зато но умоющие там они там что-то все греются фотографируются греется но идем дальше но вас катали или вы только посидели что-то не понял катали катали но расскажи как прокатить ну мы же в марины горки принципе не раскатались здесь но есть разница ну здесь более приятное сидение вот кондиционер ну для нас не сильно много чего нового для меня плавность поезд более чуть 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 более комфортно получается но я ощутил очень сильно я не знаю я такой был под впечатлением конечно ну вот наташа да тут уже это уже в шатре там тоже не шатер тоже как у нас мариной горки да вот тут уже конечно стоит вот этот вот юни флэш и вот видите тут конечно все фотографируются вот на то что это сестра моя кто не помнит обвешивалась тоже флагами вот он тратировалась вот но и алексей наш на нашу молодец потому что она такая активная со всеми поговорила и со всеми обнималась и со всеми там ну как как эти киргизии сказали с тобой наташа видимся уже чаще чем со своими родственниками и подарки всем привезла то есть она ну прям очень такая я думал ольга ольга сестра тайфун это наташа более спокойная вот тоже огня хватает да короче ну вот долю дар еще да я так понимаю был большой очень доклад да ну там большой небольшой но по крайней мере все внимательно слушали да было много скажем так много столов но все кто там было понимаю вас всех в один зал в этот раз да с переводчиками там как переводили вам успевали или фурнитура гарнитура по ладуру фурнитура мы по-русски понимаем а вьетнамцам но у них вот эти оранжевые штучки которые на столах стоят ну отлично вот ну я так понимаю что про что я там видел в конце в гумус это я а так вообще про что лишь вообще был доклад но вот жилетка анатоль дарыча если поближе здесь фотография вот она как раз такая вот если вот этому есть вот я говорящая да то есть на жилетка у него и космос вот и ютера гумус но для транспорта то есть он такая у него три в дно ну в общем то все его вот ну и соответственно ну в целом и общем и целом ну как бы было вот ну лекция так скажем полтора часа примерно в общих таких вот чертах то есть как три направления которые сейчас актуальны вообще для нашего вообще мира на земле то есть это самое сейчас как бы актуально то есть все эти темы идут вот на ближайшее которое предложение которое есть из горящих вот так как раз таки гумус почему потому что там уже начались процесс аренды земли то есть уже подобрать подбираете команда к другу занимался этим добираются подрядчики то есть принципе это направление она уже запускается поэтому она под него сейчас и привлекает местиции понятно но я хочу сказать что я с алексеем вот полностью согласен что там сильно фотограф сделал очень хорошие качественные фотографии но я уже тоже тогда рассказывал свое время что когда я нам сказали что одевать на обязательно обувь одевать закрытую кроссовки желательно там чтобы ничего не попадало там и так далее да вот это же я говорю я был удивлен какой страшный песок вот как лёша выразился сейчас что это танковый полигон то на самом деле так и есть потому что там басичком это не тот песок который мы думаем что это песок который там но чтобы вы понимали что эмираты завезли на свое побережье песок из египта вы представляете сколько нам было привести песка из египта уже вот такой был красивый песок а именно писал значит они к нашим интерес у меня меня есть фотография вот я просто стою на песке там в парке фотографирую но ноги на на песке вот и только потом дома увидел что в этом песке маленькие ракушки я говорю вики но откуда в этой пустыне ракушки до их оказывается он лишь она если если на на побережье туда там завезли с египта а именно песок который вот в шарже вот где мы там были то там конечно ну просто он и гей колючки там какие-то и какие-то булыжники нам такие вот ну то есть он он очень потому что свое время когда мы были на таком песке отдыхали я сита вот знаете там же лежишь в этой воде наш теплые это не то что как у нас там окунулся и бежишь там греться до под одеяло под полотенца вот а здесь получается что лежал и просто рассматривать эти вот песчинки так вот когда я узнал что этот песок привезли именно вот из египта был кстати поражен очень сильно а вот этот песок который находится шаржа действительно под стать танковому полигону только у нас тут глина да и песок а там вот такой песок который действительно ну просеивать надо и просеивать его сиком поэтому вот ютера наверное за то вещь которая для них них это просто спасение для этого рынка поэтому думаю что спрос там будет в любом случае вот и плюс еще как бы антальдаржич сказал что по сравнению с конкурентами но они продают за цифрой 50 долларов до садор продают то что мы продаем за 3 доллара здесь беларуси то есть ну даже если там по 20 долларов ставить цену то выкупаемость будет очень быстро и конкретно способны конкурентный продукт то есть многие пишут что они типа органика вот на самом деле когда смотришь на состав то там далеко не не все органика вот как бы что с большим отрывом как раз таки наш гумус много лучше ну лёшенька это здорово да спасибо что озвучилась информация ну давай тогда временем поджимает но давай еще скажу так что вот вас все был такие вот поездки на таких до картинга на баги не ездили решили немножко да не интересно как бы я и так это уже катался раньше покажу вот да вот такие вот одевали шлемы люди катались люди ездили там да кто-то рулил вот или из кабины интересные фотографии да вот так вот на скорости тут или там и не знаю там вот в песках вот так вот да ведь и ну видно что со скоростью мучиться но века твоя тоже понимаешь что это это или это не века или нет но я думал что века это ну понятно что вот радуются люди да вот видите вот все таки кто-то там порадовался вот так далее ну вот радости очень много вот но дабы кто-то проехал кто-то погулял но в целом получилось вернулись к этой фотографии но лишь скажи вот остается тут принципе еще не знаю что тебя тяжело говорить все все-таки но что-то может еще вот в конце скажешь рад ли ты чтобы побывали вы там назначен однозначно рад потому что я давно хотела попасть вот но то у нас там двадцатом году тока вид вот тут уроды то потом еще какие-то были а война началась и тут тоже кстати в этот раз мы берем билеты а там с израилем начинается вопросы ну думаю ладно вроде там самолет летит через иран порядке отменять не стали ну и согласись что все-таки как ты говоришь одну скажи вот эту фразу что ты сказал что поражен да принципе вот эмиратам только пятьдесят один год да так вот как они стали мира 50 мера было им двадцатом экспо 2020 раз 50-летие дубая насколько я понимаю вот сейчас у нас уже двадцать третий год то есть грубо говоря дубаю пятьдесят три года город из которого я родом из солигорска вот ему 66 как бы по сути дела ровесники вот ну где солигорск вот где дубай то есть это две разные такие вселенные вот ну как бы есть есть о чем задуматься как можно при грамотном распоряжении деньгами вот все выстроить но хотя скажу что ну как бы солигорск не самый плохой город то есть это довольно современный город ну в рамках беларуси но если сравнивать мировых масштабах то конечно разные вселенные ну а метро прокатились как там по городу ездили везде на такси я очень хотел прокатиться но все у нас никак не получилось то все время либо возили на джипах либо на автобусах либо маршрутках либо такси очень хорошо организованы вот там прямо из аэропорта когда мы ехали прямо такими партиями то есть к нашел тут кстати рассказывал но просто хочу сказать что мы первый раз когда прилетели мы пошли на выход где там встречающих и нас подловили из наташи и там где стоил это скажем так 5 долларов мы заехали за 60 долларов но чтобы людям было поэтому я лишь уже предупредил что когда был черный лимузин нет у нас был очень ушлый парень который нас хватил да да все понятно я знаю куда и так далее все сейчас завезем все куда-то там повели куда-то там да за пять минут довели за пять заехали в общем-то но в дархамах это в общем-то было 200 дархам что такое все но это вот считайте 60 долларов да образно говоря вот ну а мы уже в тадах а понятно все потом выяснилось что окажется надо было все таки не идти на выход и городской городской такси да двухцветная такси они просто там полосами идут там одна за другой там и потом не в одну полосу полу весит и там просто людей там распределяют туда-сюда есть подороже такси есть подешевле такси там водах если видеть европейцы сразу предлагает там красивые джипы черный лимузин и но вот самое то что наташ так затянули там тоже она хоть и не первый раз и вот и затянули в черный лимузин но в общем то да как говорится можем себе позволить называется так ну конечно же это в том пушкино город скажем так дубаи это город контрастов вот лёша сейчас увидел такую всю такую красоту жил на пальм джумейра дома не жили да все это все в этом базили на таких джипах везде катали все поэтому я и сказал конечно три дня вот эти которые там были это в общем то такой прерванный полет потому что там надо конечно побывать побольше посмотреть поездить на метро и в разные районы и там конечно же там много чего можно посмотреть поэтому вот что ну могу так сказать что поездка стоит того вот чтобы конечно там побывать и еще и не один раз чем каждый каждый туда здесь присутствует надо туда слетать потому что это жизнь проходит вот эмоции и впечатления остаются вот город дубай это входит десятку лучших городов в мире поэтому прямые рейсы у нас минска есть си сели вот ну найдите время слетайте визы визы не нужны для белорусов да вот поэтому спасибо тоже этой девочки которая вышла за замуж за принца дубая она белорусска да вот ну видите так что ну вот такие вот дела да спасибо да вот попросите ваших попросите ваших сыновей или там детей и дочерей пусть словят вам горящую путевку потому что же по билетам скажу что нам выловили билеты туда-обратно женой на три дня с жильем всего лишь за 700 долларов то есть на двоих туда-обратно еще и жильем но это была горящая путевка как бы там туроператор удивлялся как так получилось никаких когда не было случаев вот но тем не менее то есть если горящий путевок то можно брать взять на считайте вот ну я лишь тебя благодарю спасибо что ты все-таки рассказал своим пусть кажется горло болит чувствую что у тебя у меня же самого что-то заболело тут у тебя не делали слушать меня горло да передается эмоции да вот я думаю что мы еще не последний раз видимся это наверно может еще и поделиться где-то личными своими фотографиями но я вот в конце нашел такое что вселенная постоянно тестирует и проверяет нас на прочность если не сдаетесь при маленьких проблемах и сложности так как вам вселенная может доверить большой проект вот поэтому я думаю что все кто в этом проекте действительно мы большие молодцы с вами да это проект очень огромный он действительно вселенского масштаба вот анатолий эдуардович как лёша выразился не смотря ни на что идет к цели поставлены четко мы ему помогаем в этом не одна минутка да вот поэтому не не останавливаемся и как алексей вот правильно говорит надо бывать там о чем я всегда тоже вновь говорит лишь ну и закончу еще что ты хочешь сказать ну и sky запускай все в дубаи